Россия. Страна с великим прошлым, настоящим и будущим. И если начать перечислять все удивительные факты, связанные с Россией, то вряд ли вы сможете досмотреть это видео до конца. Поэтому мы ограничимся 25 фактами, которые действительно впечатляют. Россия – самая большая страна мира, и ее площадь более 17 миллионов квадратных километров. Она больше США в 1,8 раза. Площадь России приблизительно равна площади поверхности планеты Плутона. Россия занимает седьмую часть земной суши. В России находится самый большой в мире действующий вулкан Квичевская сопка, расположенный на востоке полуострова Камчатки. Он является самым высоким активным вулканом на Евразийском материке. Его высота 4 километра 850 метров. Он выбрасывает столбы пепла на 8 километров вверх, и с каждым извержением становится все выше и выше. Транссибирская железнодорожная магистраль – самая длинная железная дорога в мире. Великий Сибирский путь, соединяющий Москву с Владивостоком, длину имеет 9298 километров, пересекает 8 часовых поясов, проходит через 87 городков и населенных пунктов и пересекает 16 рек, включая Волгу. Сибирское озеро Байкал – самое глубокое озеро в мире и самый крупный источник пресной воды на планете. В Байкале 23 кубических километра воды. Все крупнейшие реки мира – Волга, Дон, Днепр, Енисей, Урал, Обь, Ган, Коренока, Амазонка, Темза, Сено и Одер – должны течь почти год, чтобы заполнить бассейн, равный по объему озера Байкал. Объем пресных вод озера Байкал настолько велик, что составляет около 20% от суммарных запасов всей пресной воды на планете. Россия – единственное государство, территория которого омывается 13 морями. А вы знали, что Россию отделяет от Америки всего 4 километра? Это расстояние между островом Ратманово и островом Крузенштерна в Беринговом проливе. Метро Санкт-Петербурга – самое глубокое в мире. Его средняя глубина составляет целых 100 метров. В Санкт-Петербурге мостов в три раза больше, чем в Венеции. Многие считают, что по количеству каналов и мостов уместнее не Петербург называть Северной Венецией, а Венецию называть Южным Петербургом. Санкт-Петербург является самым в Северном мире городом с населением более миллиона человек. В Санкт-Петербурге самая большая в мире трамвайная сеть. Ее протяженность составляет почти 700 километров. Поезда в Московском метро ходят чаще, чем в любом другом метро мира. В часы-пик интервал между составами в нем составляет всего 90 секунд. Полная длина 12 линий Московского метро – 310 километров. Между 182 станциями в нем курсирует почти 10 тысяч поездов. Средняя продолжительность поездки пассажира составляет 13 километров. Эрмитаж – один из самых крупных и старинных мировых музеев. В нем 3 миллиона произведений искусства от каменного века до современности. И если уделить каждому из этих произведений всего одну минуту, то потребуется более 25 лет ходить в Эрмитаж, как на работу, и осматривать экспонаты по 8 часов в день, чтобы увидеть их все. Российская публичная библиотека, основанная в 1862 году, является крупнейшей в Европе и второй в мире после библиотеки Конгресса США. Высотка МГУ – самое большое в мире здание университета. Московский Кремль – самая большая в мире средневековая крепость. Полная длина кремлевских стен составляет 2235 метров. Самовар – древняя версия электрического чайника. Самовар работал на угле, но выполнял ту же функцию – кипятил воду. Самовары и сегодня пользуются большим спросом в России. Да и выбрать всегда есть из чего. Не желаете ли кружечку горяченького чайку? Вот из такого самовара. В российском городе Оймякон зарегистрирована самая низкая температура воздуха. Рекорд холода был установлен в 1924 году и составил минус 71,2 градуса. Российские мастера Иван Федорович Моторин со своим сыном Михаилом отлили знаменитый царь-колокол, который является самым большим когда-либо отлитым колоколом в мире. Вес царь-колокола составляет 201 тонну 924 килограмма. Его высота 6 метров 14 сантиметров. В России как минимум 15 секретных городов. Их нет на картах, к ним не ведут дорожные указатели. И к ним даже близко не подпустят иностранцев. Кто бы мог подумать, но в России самый большой в мире объем возобновляемых водных ресурсов. Ни много, ни мало, а 4,5 тысячи кубических километров воды. Перед революцией 17-го года русская семья была одной из крупнейших в мире. В России считалось, что 8 детей в семье это прискорбно мало. Подумать только. Но нормально было иметь 12-14 детей. Что касается максимального количества, то самое большое число детей, рожденных одной матерью, по официальным данным, равно 69. Согласно сообщениям, сделанным в 1782 году, жена русского крестьянина Федора Васильева рожала 27 раз. Произведя при этом на свет 16 раз двойней, 7 раз тройней и 4 раза по 4 близнеца. Не знаю, как у вас, но у меня просто нет слов. В мире больше автоматов Калашникова, чем автоматов всех остальных конструкций вместе взятых. А знаете ли вы, что металл каркаса статуи Свободы, которые так гордятся американцами, выплавлен в Нижнем Тагиле? Ну и немного мистический факт, который я нахожу достаточно интересный. В казачьей станице Зимовейское, с разницей в 110 лет, родились Степан Разин и Емельян Пугачев. После Пугачевского восстания станицу от греха подальше перенесли на новое место. А при Сталине и вовсе залили водами землянского водохранилища. Субтитры создавал DimaTorzok